друзья мои подписчики не подписчики просто зрители загород выгрузил тот прицеп загрузил свой прицеп обычные и уже еду на последнюю погрузку тяжелая машина на последнюю погрузку какие-то там батареи буду аккумуляторы шторы висит 6 палеток 3 твою ты мать это все на францию пойдет завтра первая выгрузка да чувствуется 16 но при начале 5 очередной раз поражаюсь ребята атмосфере гараже на базе при присутствии хозяина директора владельца не знаю как назвать нормальный такой вообще ну блин я вообще я еще кто-то из наших едет поедем и мы то это олег на и я этого не знаю с ребятами еще с двумя познакомился тоже из литвы и у ребят атмосфера на блин поражать я вообще не могу я я не верю что такая может быть атмосфера вот что значит работать вот в тесном контакте напрямую можно сказать голландцем я не знаю как с немцами с немцами мира тоже самое ребята говорили вообще атмосфера такая замечательная простая я ему рассказываю что у меня сломалась бокс он послушал я говорю но если надо если я виновата я вам не все порядка нет проблем я вспомню атмосферу и рига сатекс мы блин там за мелкую царапину 10 20 40 евро хестер кампе не было такого говорили что там могли докопаться а здесь не просто ну блин я не знаю я так доволен если вы думаете кто-то конечно вклад и попал и ребята я очень-очень доволен такие вот дела ладно сейчас значит за батареями какими-то вам написано adr груз я написал диспетчер что у меня нету но он говорит quantity limited да там какой-то процент всего лишь будет нормально это можно вести это я понимаю quantity limited я проходил то помнит узнаем то смотрел тут знает я даже штраф заплатил за то что наклейки была наклейка на блин когда я вез мне сказали блин наклеить я наклеил диод наклеить надо было так когда ты прицеп сдаешь там в порту ли еще где-то но это был я не может от евро миша выписали это было 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 на первой или второй каденции но это было поэтому я знаю что такое квадрата лимит знаешь это наклейка когда наклеить и зачем она клеится это грубо говоря клеится наклейка ромб с черной полосой бело-черные полосы когда вы оставляете контейнер где-нибудь на терминале полет на на судно грузится тогда клеится это чтобы чтобы знали что там находится quantity limit ограниченное количество не не больше сколько это процентов что-то такое вот общего веса проложить и перепроложить сама показывает сюда не проложить спрашивает ладно 85 нам этих самых километров до 4 часов должны выгрузиться вы загрузиться и дальше поедет все погнали дальше ребят я буду читать сообщение занимался перегрузом все поехали так так держа мужик ангел может быть 5 чего называется фирма супер б какие-то супер батарейки будем брать осталось два километра 200 метров после этого где-то минут найти эту сам а а а как это называется магазин продуктовый так скажем правильно надо же купить что-нибудь покушать такой сейчас будет заезд интересный надо очень аккуратно даже вот сюда надо будет ехать где вот сейчас я проезжаю с правой стороны когда туда заеду там одни люковые посмотрим супер би называется кинься супермен супер бип сегодня был там вайлдмен а а как это усталость усталость наплыла выпил открыл баночку энергайзера чтобы взбодриться не знаю помогают кому-то эти энергайзеры не помогают я честно говоря не ощущал ни разу так особо чтобы какая-то помощь была хотя я несколько раз употреблял даже вот когда я сейчас ехал сюда на машине тоже ну давайте экспо бизнес парк вестермат ооо блин это парк бизнес сейчас мы тут будем экспо еще какая-то выставка дебил блин какие-то выставки выставочные какие-то обычно экспо это выставка нам не не может там быть там по-моему это пакет сейчас нам вот сюда и и сразу сразу смотрим есть продуктового магазина нет энергайзеры какие-то что ли это нет мне нужно сюда ехать и все не надо ко мне вот приставать с этим блин выключить это как будто я вот как будто я вот от этих ворнингов перестану ехать вестермат вестермат за товаром а мы едем за товаром а мы едем за товаром там круговая потом с нее налево нет полиция мимо нас здесь здесь какие-то технические магазины мы смотрим супер би блин зашибись а там показывает что там тупит но не понял я и как мне сюда заехать супер би что-то тут не то сейчас будем искать супер би это не то правильно экспоплан все правильно в принципе я приехал экспоплан экспопарк ладно выйдем с круга будем искать экспопарк это не экспопарк у меня ошибся экспоплан ладно сейчас будем искать еще раз я как бы приехал но я тут не вижу ничего ребята пойдем гулять что ли пойдем гулять что ли здесь может быть что-то с другой стороны надо заезжать что-то меня привел как-то не туда все равно там какая-то зона специальная разрешение у меня разрешение за грузом еду я никак иначе как тут будет блин повернуть а у меня главное я могу повернуть надеюсь я туда приеду что я сразу точка нельзя которую мне прислал начал выискивать адрес да по кругу сейчас будем ездить что-то я такой блин в центр заехал техникал сейчас мне налево надо будет поворачивать на свитофоре как вот как вот здесь нажать на ручник если тут у меня например откат будет однозначно так что если вы там ребята кто-то кто-то удивляется почему я нажимаю на ручник постойте на тормозе я не против покатайтесь назад а там за вами мотоциклист стоит какая-нибудь легковая там мне так тоже блин пиражи делать не очень охота мне с моим блин грузом где-то там надо через три светофора направо я надеюсь мне опять обратно сюда не привезет очень важно странно какой-то блин выдал мне экспо план по сути это улица экспо парк даже сейчас не мой светофор мой светофор через один я тут ничего не вижу такого туда мне потом направо надо будет в лес за грибами как говорится а я наверно понял что имелось ввиду что можешь вещи оставлять в машине если там на неделю на две потому что они наверно дают голландцам машины и они катаются на них и пачкают да и пачкают соответственно сейчас поехал вперед я вижу визуально что он едет вперед передо мной машина стоит так я нажимаю немножко газу снимаю ручник и поехал наоборот наоборот это хорошая привычка стоять на ручник на светофорах на дорогах где ты там пропускаешь долго нету дергание такого нажал на газ машина начинает дергаться а так она спокойно начинает движение чуть-чуть дал газку снял ручник вперед через 300 метров направо Хэнгела интересно как она наверное Эйч первая не читается получается Энджела черепашка-ниндзя Эйчел помните такой мультик? так ну что километр 300 метров остается надеюсь что я приеду в точку так здесь велосипедистам красный свет это уже радует надо быть все равно внимательным выскочит какая-нибудь бабушка на велосипеде или на мотоколяске я когда-то первый раз когда я так вначале два раза нажал наперед он мне приключается на ручное на semi полу-полуавтомат думаю что так медленно едет машина потом только въехал что надо тогда переключать скорость сенсата какая-то сенсата какая-то я уже думал что поедет дальше хорошо значит в 4 погрузка наверное не работает а 4 это в норме так так 450 метров у меня поворот не этот поворот там с кольцевой да не надо мне надо залезть от меня отключить одно дело я проезжаю мимо там другое дело я еду за грузом здесь стоять негде ночью если что мы ищем ищем супер баттери супер бэн тэнкэйт тэнкэт кээт блять туда надо вовнутрь заезжать вот что бы дело имеет видна разрешение специальное улетаю на друговую на то что я аккуратней сейчас поедем искать супер бэн где-то тут написано что-нибудь про супер бэн куда нам сейчас прямо ладно окей окей супер бэн супер бэн супер бэн куда нам супер бэн еще пик да наверно сюда показывает я правда не знаю можно здесь ехать кузовикам нельзя да а вот там поворот вправо где-то там наверно супер бэн где-то там наверно супер бэн ну визитор а где тут супер бэн блин я даже не знаю где тут супер бэн блин я даже не знаю где тут супер бэн ну ребята я реально не знаю пойдем искать блин блин я не знаю где-то не знаю где-то визуал вот я не знаю где-то где-то как визуал непонятно что это короче они там блин не грузить нифига едем обратно 2 из 7 десятых километров зашипись диспетчер звонить чтобы неправильное место большая территория блин я нашел супер би но это не то супер би то супер би в другом месте я была там был блин это было объехать да махаре ручки я не должен был дорогам не ступать старичкам ну что делаешь что не сделаешь на старичков что 5 на мост блин вот эти сборные вот в этом их фигня непонятно где брать что брать а Ах! Продолжение следует... 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 Надо там приезжать на переплёсток, ребята, тут идёт, блин, тяжеловоз, танк, блин. Так, у нас не первый поворот, у нас, как помним, второй поворот. Так, да уж, 15.7, у меня такой не было нагрузки ещё никогда на УС. Надо сейчас, блин, забывать про торможение, чтобы у меня, блин, не такое лёгкое. Ну, если я понимаю, что это нагрузка на УС показывает, я вам тоннаж ещё показываю. Здесь, блин, может быть, это велосипедистом включить, блин, зелёный. Он говорит, ехать через Голландию, через Голландию, значит, через Архус и Вейнлоу. Другой дорогой, то есть не через Германию. Второй был путь чуть-чуть короче через Кёльню, но, походу, не хочешь бы через Германию ехать, он сказал, через Голландию. Поедем, тогда через Голландию. Я таким маршрутом ещё никогда не ездил. Так низко не опускался. В Лексимбург, там не надо Лексимбург заезжать, на Эванат. Я тогда заехал в Лексимбург, помню. Тоже на Францию шёл. Как этот написал диспетчер, едем на юг. Я говорю, едем за солнцем, написал. Да, уж нагрузили меня по полной. По максимуму. 1985 год МОЗ построил. Ну что ж. Интересно. Шортики я взял. Наверное, завтра придётся шорты делать уже. После первой выгрузки. А там тоже у меня получается. По-моему, не так далеко. Первая, вторая выгрузка. Сейчас. Посмотрим, сколько там. Обзор маршрута. Обзор маршрута. Справка маршрута. Ихроничный переход в Бельгию. Ихроничный переход в Лексимбург. Да, там буквально 20 километров. Блин, ну всё останется впереди. Третья там рядом. Блин, я надеюсь, я правильно маршрутом еду. Блин, я вам написал. Но не ответил. Надеюсь, правильно. В Лексимбурге, наверное, ещё дешёре топлива. Ладно, ребята, погнали. Расскажу, что и как. О, перейти проложить. Ну что, ребята, вчера я не закончил видео. Не попрощался, как сказать, с вами. Вот я приехал на такой паркинг. Сам паркинг там находится и там дальше есть места. Но я не поехал туда, увидел, что здесь карман, там машина стояла. И здесь машина стояла. Я в них влез. И нормально, потому что я сейчас в Бельгии. Скоро будет Лексимбург. Мне нужно будет заправляться. Мне оставалось совсем немного времени. Где-то минут 40 на вождение. И заканчивалась моя суточная. То есть за буквально 20 минут до конца пятнашки я встал в них. Ну и доволен. В Бельгии поставил, конечно, с правой стороны замочек на сигналки на всякий случай. Но было всё спокойно. Единственное, вначале плохо. Ну, легковые шли, блин. А если грузовик проходил, то машина, конечно, колбасила. Ну, а так всё нормально, ребята. Ездим дальше, поедем всё заправляться. Ну, и как обычно, берегите себя, своих родных и близких. И всё будет чики-пуки. Пока.